21 час и 2 минуты в Москве, в студии Пётр Косенко и более плотно подводим финансовые итоги дня с Олегом Богдановым. Да, если говорить, продолжать тему валютного рынка, говорить о российском рубле, сейчас котировка 60 рублей 43, это пара доллар-рубль, евро-рубль 71,80. Ну понятно, обыватели привлекают уровень евро, 72 сегодня достигал курс в паре евро-рубль. Но дело в том, что евро растет непрерывно на глобальном рынке, и отсюда вот такая разбежка. Евро растет и к рублю опережающими темпами, тем более рубль, несмотря на рост цен на нефть, снизился сегодня на полпроцента к американской валюте. По итогам там было 60-50, максимально 60-80 в момент подписания санкций Дональдом Трампом. И в целом, конечно, динамика не очень хорошая, но все это объяснимо, обо всем этом говорили уже и в начале года. Первое половина года укрепления рубля, второе половина ослабления, тем более здесь накладывается все на политические обострения отношений России и Запада, и Соединенных Штатов в частности. Вот это, конечно, как раз и заставляет рубль вести себя хуже рынка. Но в целом он подошел к справедливым уровням. Мы уже сегодня говорили, что в рублях баррель нефти стоит 3-150, это приблизительно та искомая цифра в Министерстве финансов, в нашем правительстве, которую всегда хотели. До этого, практически всю первую половину года рубль находился глубоко ниже 3 тысяч в рублях за баррель. И это вот создавало тогда некоторое волнение среди экспортеров, очень возмущались представители сельского хозяйства, металлурги. Ну, в общем, вся наша экспортно-ориентированная, все отрасли высказывали свое недовольство крепким рублем. Сейчас все входит в норму, но в целом, как только рубль начинает слабеть, понятно, это вызывает общее негативное настроение, так сказать, воспоминания. И, соответственно, вот эти воспоминания экстраполируются на действительность. Неприятные воспоминания 2014 года, 2015, 2016, я уже не помню, были там плохие воспоминания. В общем, все эти воспоминания будоражат население. Итак, одно из мнений относительно судьбы американского доллара к рублю говорит инвестиционный аналитик GlobalFX Сергей Костенко. Российская валюта остается заложницей достаточно широких геополитических рисков, которые выросли в последнее время на фоне противостояния Соединенных Штатов и России. Внутренняя проблема в Соединенных Штатах, борьба откровенных врагов Дональда Дампа с 45-м президентом, привела к тому, что американский эстебличный антегал в виде козла отпущения Россию на этом фоне, конечно, старается получить какие-то дивиденды. Плюс американская администрация параллельно пытается решить проблемы своих энергетических и нефтяных компаний для того, чтобы получить соответствующие преференции в Европе. Ведется активная борьба с поставкой России нефти и газа европейским клиентам. Это является очень важным сигналом для нашего российского финансового рынка. Рост напряженности пугает в первую очередь иностранных инвесторов, которые приносили с собой хоть и спекулятивный горячий капитал, но все-таки это помогало нашему бюджету решать какие-то важные, насущные проблемы. На следующий момент мы отмечаем довольно-таки серьезные падения интереса к российским гособлигациям. Что касается динамики российского рубля, этот процесс будет способствовать его плавному ослаблению. Но между тем я бы отметил, что не главное движение на валютном рынке происходит с российским рублем, а очень любопытное и интересное движение в паре евро-доллар. А вот каждый день, вот последние несколько недель мы наблюдаем на лондонском фиксинге, это когда идет закрытие торгов в 20 часов по московскому времени, резкий скачок евро к новым вершинам. Вот сегодня уровень 1.19 был бы даже пробит, 1.19.10, это максимальное значение с января 2015 года. Но сейчас евро обратно разворачивается, и вот такие задерги, уже трудно даже объяснить, чем они связаны. Потому что сначала объясняли, так сказать, изменение монетарных направлений, траектории политики Европейского Центрального Банка. Ну да, она поменяла, спреды начали сходиться, крит-рейд закрывается, все понятно, все объяснимо. Но идут в последнее время неплохие американские данные. Сегодня были хорошие данные ADP в целом, и ревизия за прошлый месяц, цифра, в принципе, неплохая, 178 тысяч новых рабочих мест. А доллар, как мы видим, вот к 8 часам по Москве сдал позиции. Индекс доллара у нас, сейчас посмотрю, опускался аж до уровня 92 пункта с половиной. Сейчас 92.70 откатывает. Вот эти движения очень любопытны, то ли здесь некоторые крупные игроки что-то знают, чего мы не знаем, да, наверное, с политических фронтов. Или идет какая-то манипуляция глобальная, или идет техническая работа. Вот поговорим как раз о глобальном рынке, о евро, ну и коснемся рубля. У нас сейчас на связи управляющие активами Тилстоун Адвайзерс, Дмитрий Кулешов. Дмитрий, добрый вечер. Здравствуйте. Дмитрий, ну мы с вами уже неоднократно обсуждали, так сказать, судьбу американского доллара. Сошлись во мнении, что он будет снижаться. Но вот то, что происходит в последнее время, как-то малообъяснимо. Вы не находите его, особенно с евро. Что там, как вы думаете? Движение, конечно, растущее по евро, превышает даже самые такие оптимистичные прогнозы. И оно, конечно, не укладывается только лишь в динамику макроэкономических кондикаторов. Конечно, очень хорошая статистика из еврозоны. И очень хорошая динамика корректирования, хорошие показатели, в общем-то, экономической активности, индекс настроений. Все это заставляет пересмотреть, безусловно, вот этот общий аппетит, вот эта вот рисковая премия, да, которая, она возвращается в евро. И финансовые потоки, потоки финансового капитала, они, в общем-то, можно сказать, в спекулятивно-авральном порядке устреляются из доллара. Потому что доллар, который долгие годы был неким тихой гаванью, такую роль сейчас потерял из-за политической нестабильности в США. То есть думается, что рынок финансовый, он переоценивает глубинную вот эту бомбу, которая сейчас заложена в... Дмитрий, Трампы приходят и уходят, а доллары остаются, позволю себе перефразировать известную фразу. Долгосрочно, долгосрочно, да. Но если вот оценить, пока никто не может до конца оценить глубину вот этой политической нестабильности, которая просекает из полного паралича, полного паралича, ни один закон принять администрация новая не может. Практически она связана по рукам и ногам. То есть все, что было в ожидании Трампа, оно все сейчас, по сути дела, провалилось. Ну, смотрите, парадоксальная вещь. Все так, да, и под вопросом налоговой реформы, а рынок акции 22 тысячи, доу-джонс, да, а доллар снижается. Вот какая-то вот такая нестыковочка небольшая. В рынке акций нужно смотреть структурно, да, то есть рынок акций вырос в значительной степени за счет высокотемиологичного сектора, за счет... Ну, сегодня Apple должен, да. Это чем-то похоже на ралли 2000-го года, то есть вопрос только в сроках, да, когда это покажет 30% в течение месяца и думает, что эти сроки не за горами. То есть это, вряд ли это сильно коррелирует с долларом. Из доллара уходит... Ну, хотя доллар снижается, экспортеры растут, да, то есть есть тут все-таки. Да, да, да. Но из доллара уходит спекулятивный капитал. Азиатские инвесторы, именно инвесторы, которые использовали доллар как хедж, они перестали его видеть в этом качестве. И именно поэтому на тонком рынке, на рынке, в общем, глобальном, в целом активность торговая схлопнулась, да, и, соответственно, даже их объемов более-менее крупных достаточно для существенных движений. Все равно думается, что это движение имеет некий лимит 1,20 по евро-доллару, и он уже, лимит, близко. Пас почти даже. Хорошо, давайте вот после небольшой... Я бы использовал этот ралли для фиксации позиций и, соответственно, уже пополнения позиций в долларе против, прежде всего, валюта G3. Хорошо, после небольшой паузы продолжим. В ближайшие 20 минут в Росгвардии признали, что подсудимых по делу банды ГТА, которые напали на полицейских в московском областном суде, конвоировали с грубыми нарушениями. Какие еще вопросы возникают после произошедшего ЧП? Об этом через 10 минут. А прямо сейчас на Коммерсант-ФМ продолжаем подводить финансовые итоги дня с Олегом Богдановым. Дмитрий Кулешов, Дмитрий Кулешов. Дмитрий Кулешов, Дмитрий Кулешов, Дмитрий Кулешов. Мы узнаем, что происходит в реальности, конечно, спустя какое-то время. Не думаю, что это связано с серьезными процессами банкротства того или иного участника. Это скорее общий такой вектор, психологический вектор сменился. И пошло движение. Кто-то не успел выйти сейчас, кроется аварийно. И создает определенный перекос. Как вы уже говорили, я бы этот перекос использовал для игры в пользу доллара. Ну, вот смотри, такая тут композиция достаточно любопытная. Потому что все последние движения... То есть на макроэкономике так рынок не двигается, как на каких-то политических новостях. Вот когда там про Мюллера что-то или Мюллер кого-то вот сегодня он ввел в свою комиссию одного из приближенных Обамы. Вот это вот влияет. Может, они знают что-то там внутри, в США? Безусловно. Я думаю, что в значительной степени это связано с политикой. И это связано просто с неким сдвигом глобальным в отношении доллара. Доллар был сильно перекуплен. И сейчас просто происходит вот это болезненное возвращение к реальности. Ну, давайте теперь о рубле. Много мы сегодня о нем говорили. Всех волнует, так сказать, судьба рубля и в августе, и в конце года. В последние три месяца осенних. Как вы думаете, будут дела обстоять? Паника будет или не будет? В рубле очень много политической премии. Плюс дивидендный фактор. Ну, в принципе, есть сектора российского рынка, где дивиденды носят рекордный размер. И, естественно, инвесторы конвертируют эти объемы на тонком рынке. Когда продавцов нет, все это ведет к перекосам. В принципе, такого сильного перекоса, сейчас нефть стоит в рублях чуть выше 300, пока нет. Если бы мы увидели 3500, наверное, можно было бы говорить о такой прям яркой покупке рубля. Но вы говорите о рублях за баррель, да? То есть, чтобы люди понимали. Стоимость нефти в рублях за баррель. То есть, сейчас выше 300, это чуть ниже даже неких таких, с учетом политической премии, это даже чуть ниже, чем могло бы быть. То есть, вполне потенциал движения в районе 63 существует. А паника, она будет, если... Вот сейчас ходят слухи упорные о банкротстве одного из крупнейших банков в ТОП-10. Может быть, это с этим связано. Давайте остановимся на минутку на этом важном заявлении. То есть, после игры ляжет еще кто-то из крупных. Может быть, да? В интернете много всякого, так сказать... Ну, мы повторять не будем, но, в общем, в финансовом сообществе об этом говорят, да? Ну, и по сообщениям одних кого-либо из крупных банков о том, что у них все стабильно, можно уже понять, что где-то там и есть... Постоять нужно обязательно на динамику доходности облигаций. То есть, обычно, когда все в порядке, облигации с погашением до 5 лет российского банка, они не будут выше 10%. То есть, рынок, он всегда что-то знает. Но вот как вот он знает что-то в долларе, так он, может быть, что-то знает и в рубле, и в доходностях отдельных российских еврооблигаций. То есть, то, что у нас осенью определенные события могут ждать, рынок их активно ожидает. Ну, можно, опять же, это двояко использовать. Можно использовать как некую премию и пытаться эту премию собрать, а можно подождать, посмотреть, когда пройдет все-таки это событие, и тогда премия будет больше. Наверное, мне больше ближе второй сценарий. Но все-таки по курсу давайте вот тоже, я предлагаю, обострить ситуацию. Вот внутренний фактор, банковский фактор, нестабильность. Если начнут возникать проблемы уже, так сказать, из крупных банков из первой десятки. Потом обострение политическое, какие-то новые санкции, ну, вплоть до запрета инвестиций в ОФЗ. Вот эта обстановка, она насколько может создать панику или не создать панику? Ну, санкционные законопроекты, принятый закон, конечно, там говорят о каких-то лазейках, которые там встроены, но все же он включает Россию в группу таких стран, которые, и он ее включает надолго, да, и он надолго говорит о том, что этот перекос в пользу недооцененности рубля, он будет надолго, да. Поэтому тут все очень достаточно просто. Политический фактор, который будет давить на рубль, но все-таки нефть, посмотрите, сегодня растет. Нефть, очевидно, несмотря на много экономического негатива, она все-таки на уровне 50 нащупала некоторую поддержку. Поэтому, если нефть не будет сильно снижаться, несмотря на весь негатив, а в нефти очень много негатива, то рубль вряд ли мы выше 65 увидим до конца года. Спасибо большое. На связь был управляющий активами компании Телстон Эдвайзер Дмитрий Кулешов. Говорили мы об общей ситуации на валютном рынке и затронули динамику российского рубля. Телстон Эдвайзер Дмитрий Кулешов